Сроком том 11. Тема природа. Вопрос 2457. Если нужно учиться от всего, что окружает нас, то почему вы можете научиться от ваших голубей? Очевидно только хорошему, так как есть поговорка «Живот как голубь с голубкой», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, нам природа преподает разные уроки и можно взять для себя важные от них. Матфея 6.26. И хотя бы голубь был сыт, он обязательно клюнет соседа. Нет минуты, чтобы они не дрались. Вот как описывает и абсолютно верно это описание. Кто-то посмеялся над выражением, что живут как голубь с голубкой и добавил, что он, то она в окно вылетает. На карнизе крыши здания, напротив, мирно сидят голуби, греются на солнце, воркуют. Позади голодная зима, пережита холодная и мокрая весна, настала сытая для птиц света. Корма хватает всем, внимание привлекает необычная картина. Один голубь медленно и сосредоточенно убивает своего товарища. По началу наблюдателю его действия непонятны. Своей необычностью они сбивают толку. Голубь зачем-то клюет своего соседа. Медленно, с расстановкой, клювом в затылок. Бац, бац. Подождет немного и снова клювом в затылок. И тут наблюдателю становится ясно. Это не просто какое-то наказание или запугивание. Это убийство. Убийство себе подобного. Это невероятно. Это невозможно поверить. При виде подобной картины человека захлестывает волна отвращения, возмущения и протеста. Так не должно быть. Ни ястребы, ни волки, ни вороны, ни даже крокодилы не убивают ради забавы. А тем более себе подобного. Только люди способны на это. Еще оказываются голуби. И убивают они своих собратьев, что называется просто потехи ради. Убивают очень медленно, наслаждаясь и растягивая удовольствие. И точно зная, куда надо клювом бить. В голову, в затылок, в одну и ту же точку. И улетать бесполезно. Полетишь, сядешь, а он уже рядышком и клювом по голове. Бац, бац. Подождет немного, отдышится, осмотрится и снова продолжает сосредоточной тюкать. Слабый голубь на карнизе растынул крылья. Голова его совсем повисла. Последние силы покидают его. А сильный вес собрался. Клюв добивает гад. Удар, еще удар. Мощные у него удары. Точные, беспощадные. Кончик клюва в крови. И снова следоточенно бьет в одну и ту же точку. Убитая птица с окровавленной головой, безвольно расслабив последние теперь крылья, бесполезные теперь крылья, увлекаясь, рухнула с крыши вниз. Жуткое отродительное зрелище. Кто бы мог подумать, что голубь так жесток, бежала себе беспощаден. Что от убийства он получает наслаждение. Вот он сидит на карнизе, как ни в чем не бывало. Перышки клювом чистит. А может клюв от крови очищает. И этого хладнокровного убийцу люди считают символом мира. С лёгкой руки великого Пабло Пикассо. Юл Захаров. Калейдоскоп. Номер 31, 1997 года. 37 страница. Осия 7.11. И стал Ефремко. Глупый голубь без сердца зовут. Египтян идут в Астерию. Голуби совершенно беззащитны. С трудом собрался снова на балерине. Балерина в кавычках. Разная порода. Настала зима. И вдруг сообщает Виктор Савченко. По его же недосмотру это и случилось. Что ночью всё же пробрался к ним колонок. И всех девятнадцать загрыз. Это и наша участь такая. Но души наши в руке Божьей. Какими животными путь мой украшен. Они облегчали скитания и беды. Со мной страдают бездушные жалих. Бродячие зайцы со мной безбилетны. Коровы. Их ценность как женщинам в груди. Хотя неудобство от вымени сзади. И ценится маслом. И сливками трудьих. Молочные реки текут без надсады. Лошадь трудяга за стенкою рядом. То в гости. То дров привезти. Или сена. Гуси на сетке. Мило ласкается. Нежным. Настанет тот день. Усыновлен я буду. Свободу от тления мне даст Иегова. Там тварь воздыхание кончит прилюдно. А ныне служить вы мне. Будьте готовы. 9 декабря 2004 года. Игнатий Лапкин.